Я привез люстру, как вы советовали. Действительно поставлю ее в уголок. Хочу показать несколько таких уникальных моментов в квартире. Вот такая тонкая работа. Хотелось бы обратить внимание, что плентуса у меня уже сделаны. Ну так, не везде. Частично такие сложные места. Загибы, изгибы. Они все прошпаклюются. Все будет красиво. Очень хорошо сделано вот здесь все. И смотрите, как шикарно получились вот эти дверные проемы. Этот мелкий плинтус пошел туда, который не должен мешать двери открыться. Видите? Вот есть мелкий плинтус. Почему вот это все придумалось? Потому что большой плинтус бы не дал открыться дверь. Поэтому широкий завернулся, пошел сюда, а мелкий пошел отсюда. Это же сбоку тоже приклеена одна, а это другая. А это еще одна. Вот она вот так вот идет. В общем, вот такой изгиб получается очень-очень красивый. Как по мне, очень шикарный проем. Ну, конечно, фантазия тут хорошо сработала. И вот оно везде, знаете, отходишь назад, и вот эта линия идеально ровная. Вот эта линия вот этого и потолка. То есть вот этот верхний молдинг и потолочек. Вот оно прям идеальная линия, понимаете? Нигде, никуда оно не скривилось. Хочу показать, конечно, шикарно сделано решение проблемы плинтуса. Потому что плинтус должен куда-то упираться. Понимаете, куда ему упереться. Тут порожек. Он бы не уперся так, как надо. Поэтому порожек решили делать на уровне вот этой стены. То есть вот не выпирать его сюда. Еще этот порожек. Потом плинтус идет, все, что лишнее, поворачивается и идет туда. И смотрите, как круто получилось. То есть он подрезался, вот он пошел целый, повернулся целый. А туда пошел уже то, что поместилось. Понимаете, как сделано? Просто уникальное место, я считаю. Это место уникальное. Ну, не менее, сам уникальный вот этот порожек. Потому что подрезан он под 90 градусов. Сверху 45, по-моему. Вот. Но тут маляры его заклеили. Вот я вам покажу. Очень шикарный. То есть он как идет вот в пол, так оно приходит сверху. Понимаете, чтобы вы поняли, что порожек такой офигенный у меня. То есть, ну, что я могу сказать. И тут также, вы поняли, да, что идет уголок. Вот он и поворачивает туда. По-моему, очень шикарно. Без всякого проема вот этих дверей я не хочу никакого деревянного обрамления. Категорически не хочу. Вот по мне так вот должно быть. Широкий проем, никакого дерева, никакого тут лепнины сверху. Вот. Я думаю, что люстра сюда, это подойдет как не кстати. Она не очень в длину большая, а флафоны идут внутрь. Три флафона. Вот. И цепочка. Цепочку можно, в принципе, немножко укоротить. Укоротить настолько, чтобы дверь, когда при открытии, тут уже будет еще лутка. И чтобы дверь, когда открывалась, чтобы она не касалась люстры. Понимаете? Это самое главное. Вот. И, конечно же, уникальная... Ой, одно из уникальных таких мест. Это вот этот уголок. Который подрезан. Тут их два. Вот этих уголка. Вот здесь и вот здесь. Который подрезан. Вот одна плитка идет. Которая... Тут она подрезается. Она цельная. А тут она кусочек срезается. И в залп от 45. И стыкуется. Конечно, это одно из уникальных мест тоже. Ну, и вообще, у меня вся квартира уникальная. Это Виталик вчера приезжал. Забрал на... Вырезать, чтобы эту струей там какой-то вырезают. Напором каким-то, что ли. Вот. Вырезают специальную магнитную штучку вот туда. Она будет на магните. Вот. Ну и, конечно, я не привел с тобой эти причандалы. Ну, Виталику очень понравилось. Те, которые я купил. Сегодня показывал. Вот эти вот с клювами. И так, говорит, крутые эти штуки. Очень-очень понравились ему. Вообще, я вам скажу. Ну, не может. Эта квартира не нравится. Ну, не может. Я не верю, что... Ну, может быть, кому-то цветовая гамма. Я с вами соглашусь. Там кому-то что-то не подходит. Серый там какой-то, как в стенах. Кто-то, говорит, как в римском Колизее, или в римском усыпальнице. Вот. Ну, она не может не нравиться. Вот этот вкус, мне кажется, нравится всем. Вот оно не сильно рухоко-бароко. Понимаете? Оно с мелким налетом. А, кстати, вчера приезжал Виталик. Этот, Вова. То есть, они убрали вот это. Розетки. Эти розетки они мне не сделали. Я просил тут двойную. Они сказали, что тут ставят двойную. Потом еще там был вопрос по стиралке, по сушилке, посудомоечной. Там надо было что-то заглушить. Они, видно, это и сделали, как я понял. Они, наверное, это и сделали. Или нет? Это заглушка. Наверное, да. Вот это они заглушили. Потому что тут стена окрашена, а тут грязно. Это значит, они что-то тут заглушку сделали. Это туда впечатали. Вот. Потому что стиралка должна, то есть, мойка должна, посудомойка должна рядом стать. Поэтому они там что-то в этот вывод ставили какую-то другую штуку, в общем, канализацию. В общем, я не буду в этом разбираться. Мне это не касается. Мне главное, чтобы это все работало. Вот. Ну, все, в принципе. Это то, что я хотел показать. Конечно, уникальные вот эти места. Вот. Вот эти. На кафель. Вот этот порожек. Очень уникальные места. Вот, казалось бы, такая мелочь, да? Ну, просто довели бы плинтус до угла. Там бы и оставили его. Представьте. Нет. Вот. Состыковали. Повернулись сюда. Ну, это вот обговаривали девочки с дизайнером. То есть, вот такие. Ну, так это же, понимаете, обговорить одно, а выполнить женщинам, это совершенно другое. Все это размерить ровно, выкрыть. Вообще, конечно. В общем, они говорят, мы не делали это часто. Много вот этих вещей. Как бы потолочные мы делали, говорит. А вот эти плинтуса вообще не делали в первый раз. Ну, по тому же принципу. Представьте. Молодцы. А вот как хорошо получился уголочек. Вот этот. Тоже хороший угол. Видите. Вот. Остренький. Вообще, шикардос. Это все шпаклюется. Зашкуривается. И все в один цвет выкрашивается. То есть, у меня не будут отличаться плинтуса от стенок, потолка. Все будет в одном этом закрашено. Я считаю, что это правильно. Не надо ничего отделять, выделять. Вот. Мебель уже готовится сюда. Все это закроется. Один шкаф. Потом здесь второй шкаф встанет. Вот. Это уже цвет, который будет. Краску я купил. Я показывал, наверное. Это второй цвет встанет. Шкаф встанет. И сюда я хочу тоже шкаф. Вот сюда. Вот сюда. Тут будет кровать. Тумбочка прикроватная. И хочу сантиметра вот на 70-60. Вот такой большой шкаф. Вот. Высокий. Какой-то в стиле готическом. В готическом стиле. То есть, хочется очень. Вот. Ну, в принципе, все. Вся техника. У меня все есть. Там надо, главное, понять, как подключать вот эту сушилку. Потому что она у меня конденсатная какая-то. То есть, там конденсат надо, трубки это все сливать. Я не знаю, предусмотрели ли это. Не знаю. Ну, я думаю, должны были предусмотреть. Учитывая то, что там будет у меня сушилка. Вот. Я думаю, что все. Ну, и перегородку. У меня, знаете, я буду делать здесь стекло. То есть, здесь будет вот так вот стекло. Вот. Оно будет подниматься не до конца. То есть, вытяжка будет повыше. Вот. Это стекло, как бы, чтобы можно было принять душ, да. Почему-то мне рабочие сказали, что тут еще планка такая будет упираться в стену. То есть, мне думалось, что вот оно вот так будет. Я не хочу это в виде дверцы, которая будет открываться, закрываться. Мне это не надо. Я хочу, чтобы это было мертво. Вот так вот. Сантиметров 60 или 50. Вот. И все. И вверх пошло. Вот. Ну, или до сюда. Вот. Может быть, 60 сантиметров. И чтобы оно пошло вверх. Чтобы я мог... Не надо высоко это делать. То есть, до потолка это быть не должно. Но я не хочу вот эту перегородку, перемычку вперед. Перпендикулярно к этой стене, понимаете. Не очень хочется. Почему-то я хочу, чтобы она просто ровно стояла. Не знаю, как это будет выглядеть, но... И они же сделают мне полочки сюда. Из бронзового стекла. С бронзой. То есть, тут будет перекличка. Вот, где-то сюда я хочу сделать поручень один. Ставить. Чтобы ты, когда вставал из ванной, чтобы ты не соскользнулся, там, допустим, рука, да? Чтобы у тебя не соскользнулась с ванной. Ты не упал. Когда поднимаешься, допустим. Ну, это так. А просто вот тут вот ручка была на этом уровне. Вот одна из тех, которая... Вот здесь можно... Что-то... Тут же будет полотенцесушитель. Конечно, крючки, куда мне вешать для полотенец. Я бы, конечно, может быть, даже сейчас бы отказался от полотенцесушителя. Хотя, тоже он нужен. Но единственное, что, я думаю, станет стиралка-сушилка. Тут будет... Вот тут можно один крючок для полотенец повешать. Вот, допустим, кто-то помыл руки, да? Помыл руки. Вытерся полотенцем, допустим, для гостей, да? Повесить такой. Как вы считаете? Вот раковина стоит. Вот ты помыл руки. Вот здесь будет, допустим, для мыла. Вот эта штучка. Или вот здесь она будет. Вот а с клювиком. Вот ты руки помыл. Все. И вытерся полотенцем. Вот полотенце. Крючок и круг вот этот. Где будет согнуто полотенце, допустим, для гостей. И такое же можно симметрично сделать вот здесь полотенце. В принципе. Но, думаю, там оно не так будет смотреться. Там места мало. А здесь, да. Вот тут будет розетка. Ничего нет. А вот тут где-то примерно будет этот крючок. Я думаю, что будет прикольно. Сюда не повесишь его. Потому что тут будет открываться вот эта вот система. Ну и больше мне вешать некуда. Одну повешу туда для мочалки. Вот в угол. Держатель это сюда. Да. Вот мне непонятно, куда приткнуть эту вторую палочку. Одну подлиннее я сюда поставлю. А покороче вот я не знаю куда. Ну, буду смотреть, как тут будет, что тут, как будет располагаться. Посмотрим. Ну, это уже в самую последнюю очередь я буду разбираться, куда мне вешать вот эти крюки. Нет, так кому-то не подарю или продам. Вот у меня такой половой принтус. Он очень тяжелый. То есть, он тяжелее, чем потолочный. Вот это. То есть, его ударишь, ничего ему не будет. Ни ему, ни если ты обувью. Там, знаете, нечаянно ударишь. То есть, ничего не будет. Оно не сломается. Ну, честно, ребята, меня так тянет на эту квартиру вообще. Вот просто магнитом тянет сюда. У тебя дома уже, уже как-то на планете мне стало тесно. Уже я так, знаете, как жду. Мне очень дорого то место тоже. Это такая первая квартира, первое мое жилье. И оно такое мне дорогое тоже. Эмоционально я привязан к тому месту. Вот. Но меня как магнитом тянет сюда. У тебя вот хочу сюда. Вот уже хочу, понимаете. Уже я готов. То есть, я поездил, поездил, поездил. Я тоже думаю, как я буду тут жить. У меня уже не так раздражает шум за окном. То есть, я его практически не слышу. Понимаете. С другой стороны, я чувствую, что это жизнь, движение. Центр. Вот живут же. Тоже как молодцы. Хорошо застерили. Все закрыли. Все этим скотчем закрывали, чтобы ничего не испачкалось. Молодцы. Не летят такое, чтобы сделать. Сделать. Быстрее еднее и быстрее уже. То есть, есть уже такое желание тут находиться. То есть, мне уже хочется тут быть. Тут вот лечь в кровать. Поспать, знаете. Вот ощутить вот эту атмосферу. Вот я делаю пассивы так, как мне нравится. Делаю в своем стиле, свои причандалы. Покупаю свои примочки, которые мне нравятся. Поэтому, я думаю, что и вам это чувствуется и передается. Потому что, да, квартира как-то делалась так. Не было такого. Не было такого. И, главное же, тут все снимаются как-то. Все. Никто, ничего не это самое. Ну, женщины, маляши. Они стесняются, что мы в таком виде вечно рабочим. Ну, как-то так неудобно. А так все как-то все как-то проходит. Тьфу, тьфу, тьфу. Как нельзя лучше. Вот все проходит, как нельзя лучше. Вот я удивлен, что это со мной так происходит. Обычно у меня какие-то проблемы с ремонтом. Там все. Здесь идет как-то все своим чередом. Все плавномерно. Все спокойно. Все. Все получается. И с газовщиками. И с электрикой. И с соседями. И с крышей. И с лессером. И с старшими вот этими людьми, которые в СГД. Все они там навстречу идут. И там и воду спускали. Когда тут. Ну, то есть. Ну, то есть. Ничего не могу сказать. Никаких у меня претензий. Таких нет. Или там. Каких-то. Чтоб я. Чем-то был недоволен. Мне вообще такого нету. Я. Я доволен страшно всем. Я думаю, что квартира преобразилась. Какая она была. Что тут было. Не было ничего. Все выкинулось. Квартира просто приобрела. Совсем другую жизнь. Другую краску. Это вот когда люди говорят. Зачем сюда вкладывать деньги. Вот надо в новостройку вкладывать. Типа. Ну, сколько из жизни. То есть. Я не знаю. Сколько. Ну, сколько я проживу. Ну, дай бог. Там 30 лет. Там еще. Больше хочется. Может вообще два года. Три проживу. Ну, ну, 70 до 70. Ну, 35. 30. 30 лет там осталось жить. Допустим. Этот дом будет стоять еще 30 лет. То есть. После меня. Ну, что мне. Какая мне разница. Где она будет. Завалится ли оно. Продастся ли оно. Поэтому. Я делаю для себя. Зачем мне вкладывать. Буду в новостройку. Я шоу. Три жизни буду жить. Не буду. Три жизни жить. То есть. Когда тебе там. 10 лет. И ты покупаешь квартиру. В этом доме. Который уже. Вообще падает. То тогда. Можно задать вопрос. Зачем тебе это надо. У тебя вся жизнь впереди. А когда тебе уже. Больше половины жизни. Ты прожил. То в принципе. Уже блин. Живи как ты хочешь. А не. А не думать о новостройках. Новостройках. А и молодежь. Он покупает. Но мне нравится. Такая старина. Мне нравится. Вот это все. Да такое. Я в таком. Хочу умирать. Понимаете. А не в современном. Мне так приятнее. Лирическое отступление. Все потихоньку. Делается. Ты настой. И жди своего спасителя. Она тоже красивая. Свою прелесть имеет. Ой. Я нашел такую люстру. То есть. Мне нашли. Ой. Томаса. Томаса нашли. Скорее всего. Томас будет. Или тут. Или я думаю. Вот. Еще и сюда. Три разных светильника повесить. Три разных. Таких в одном стиле. Старинных. Тут люстра само собой. А тут будут не лампочки. Сюда я лампочки не покупал. Тут куплены бронзовые лампочки. Четыре и пять. Пять на кухню. Это чешская бронза. Ну. Современные. По старину. Это не современные. Но бронзовые. Тяжелые очень. Лампочки. Вот туда куплены. А сюда вот еще ничего не куплено. И ничего не придумано. И возможно тут будет три разных светильника в одном стиле. В каком. Я подумаю. И какие. Ну. Крутые. То что я увидел. Техники. Конечно. Ребята. Страшно. Чтоб это все не вынесли. Блин. Пока тут тебя нету. Ну. Это конечно сложно вынести. Тут такие соседи. Из ворота. И все на свете. Но. Тем не менее. Не хотелось бы. Чтобы это все. Вытянули из квартиры. Посмеялись с этого все. Завтра уже тут будут работать. Ребята. Сделаем такую штучку. Надя привозила скумбрию. Лимон анимая. С лаймом. Вот так. Две таких. Красавицы. На луковой подушке. Сливочным маслом смазано. Соль. Больше ничего. Соль. Лимон. Лайм. То есть. И масло сливочное. И в разогретую духовку на 30 минут. Все. И запекается. Пишут что можно почистить долькой лимона. Сейчас мы посмотрим. Лимона тоже? Да. Лимона у нас нет. У нас есть лайм. Говорят потереть долькой лимона. Можно почистить. Ну можно лимон купить. Если что. Господи. Трудно. Или что. Или что. Или что. Или что. Или что. Тебе кто-то написал, да? Угу. Ну есть люди и хорошую пораду дают. Не обязательно что-то. Если правильно скажут. Что-то мне кажется. Не, не, не. Не. А шкрябать нельзя, да? Да? Или наждачкой, или чем-нибудь нельзя? Нет, конечно. Ты что? Что? Наждачкой скажешь шкрябать. Нельзя? Нельзя. А оно и лимоном не особо. Не особо. Я не вижу пока. Может оно должно разъесть его. Можем. А что моющим нельзя? Не знаю. А попробуй моющим. Что ему будет? Хуже же не будет. Я не знаю. Он вот этимся может. Вот лучше всего. И вот этим так. Белым, белым. Пробуй. Я думаю, будет. Это за херня что? Я думаю, будет таким. Шкрябать надо так хорошо. Сама эта шмакай. Прямо шмакай. Туда возьми на то и попробуй. Ну 30 прошло. О, там шкварчить. Шкварчить. Кто шкварчала ваша папироска? Не за ваши магазины ей шла. Это что? Наверное все. Да. Я думаю, что все. Я думаю, что все. Ты сейчас Сашку еще доказал на пицце, да? Да. Ой-ой-ой. Тут лук подарил. Ну тут нормально. Я думаю, что все. Завтра уже. Ну полчаса аж прошло, Надя. Ну что, конечно. Ну все. Ну все. Мама пришло. Все, все, оно готово. Готово. Все, она готова. Теперь на тарелку переложить красивую. Сервировать. Такая красота, ребята, получилась. Здесь вот обед или ужин. Она сетевая. Хотя не буду это есть, но я все приготовил. Надя. Иду, иду, иду. Витя обзор. Давайте. Я тут уже разбираюсь о всех телефонах. Давайте. Витя, это жена. Давайте. Витя, добрый вечер. Это не любовь. Витя, это не любовь. Это Надя. Это не любовь. Любовь рядом сидит. Она мне дала трубку. А? Я не чувствую.